Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн, и сегодня на моем канале совсем уж необычное видео. Видео такого рода я никогда не снимала на своем канале. Это, так сказать, дебют. В этом году я решила, что не буду создавать макияж, либо какой-нибудь устрашающий образ к Хэллоуину. Я хотела бы рассказать вам о своих любимых ужастиках. Да, дело в том, что я очень сильно люблю фильмы ужасов. И специально для вас я выбрала топ-10 самых моих любимых фильмов ужасов. Я не буду рассказывать, о чем мои любимые фильмы, чтобы вам было интересно посмотреть. Я просто расскажу, какие впечатления произвели на меня эти картины. Один из самых любимых моих фильмов – это фильм «Другие». Я думаю, что вы все согласитесь со мной. Он отлично снят, и даже сейчас можно пересматривать его несколько раз. Этот фильм просто потрясающий. Николь Кидман была великолепна. «Другие» – это прекрасный психологический триллер. Один из лучших в своем жанре. Я обожаю этот фильм и всем советую его посмотреть. «Давай!» 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 «Давай слышишь?» Следующий ужастик – это фильм под названием «Приют». Фильм «Приют» 2007 года. Страна Испания. Знаете, хоть этот фильм и испанский, но он ни капельки не уступает американским ужастикам. Конец фильма меня просто шокировал, так как кинокартина смотрится на одном дыхании. Очень-очень классный ужастик, всем его советую посмотреть. Следующий ужастик под названием «Милые кости». На самом деле это просто ужасный фильм, и не дай бог, чтобы такое произошло с кем-то из наших близких, нашими детьми. Этот фильм задевает за живое. На самом деле он у меня вызвал яркий эмоциональный всплеск. Я ненавидела, я боялась, я любила, я даже плакала. Фильм, конечно же, отлично, хотя и страшно. Я думаю, что этот фильм заставит задуматься многих родителей о том, как уберечь своего ребенка, немножко его подготовить к взрослой жизни, предостеречь от чего-либо. Следующий потрясающий фильм – это «Ключ от всех дверей». Весь фильм у вас в догадках, в итоге, когда вы узнаете на самом деле, что произошло, вы просто в полном шоу. Совершенно непредсказуемый конец, и это меня очень радует, я обожаю такие фильмы с предсказуемым концом. Следующая потрясающая картина – это фильм «Мученицы». Этот фильм я не советую смотреть впечатлительным людям, там очень много крови, очень много сцен насилия. Кто-то подумает, что этот фильм снят для садистов, для мазохистов и так далее. Я советую посмотреть этот фильм людям, кто любит ужастики, кто более-менее относится адекватно к таким сценам, кто им не принимает все близко к сердцу. Я думаю, что вы оцените этот фильм. Самый парадоксальный фильм ужасов «Затащи меня в ад». К сожалению, о третьем продлении не может быть речи. И где мне теперь жить? Мне правда очень жаль. Никогда мне еще не приходилось умолять кого-то. Но теперь я прошу на коленях. Миссис Гануш, ну что вы, встаньте, пожалуйста. Умоляю. Отпустите меня, отпустите. Скоро ты придешь умолять меня. В этом фильме огромное количество черного юмора. Я думаю, каждый, кто видел этот фильм, поймет, о чем я сейчас говорю. Начиная там от бабки, заканчивая главной героиней. То мне было противно, то я смеялась, то мне было реально страшно. Конец фильма немного меня подвел, потому что конец оказался не таким, как я хотела все-таки. Он показался немножко наигранным, сказочным и таким, ну, не слишком страшным. В прошлом году я посмотрела фильм «Тревожный вызов». Это триллер, фильм про маньяка. Я обожаю смотреть фильмы про маньяков, потому что я их очень-очень сильно боюсь. Весь фильм я была в невероятном напряжении. Я обожаю, когда фильм держит меня просто в тонусе. Всем любителям ужастиков, триллеров советую посмотреть «Тревожный вызов». Мне понадобится твоя помощь. Полиция! Мы не сдадимся. Скажи, вы едете по трассе или по улице? По трассе. Так, выбей ногой одну из фар. Выбила. Молодец. Теперь высни руку, чтобы тебя заметили с других машин. Теперь найди подлокотник. Помогите, меня похитили! Откройте дверь! Ну и, конечно же, классика. Это «Эффект бабочки». Очень хороший, очень достойный фильм. Я думаю, что это лучшая роль Эштона Катчера. Очень советую посмотреть этот фильм, кто еще не видел этой картины. Потому что это действительно большое кино, которое трогает за живой, заставляет сопереживать все события его прошлого, его настоящего, это просто потрясающий фильм. Да и, конечно же, моя коллекция не обойдется без фильма «Парфюмер». Это просто шедевральный фильм. Весь фильм я пыталась услышать тот или иной аромат. Я принюхивалась. Скользающим миром ароматов. Его звали Жан-Батист Гринуй. Что это такое? Я создаю ароматы. В каждом аромате три аккорда. Заключающих всего 12 нот. Но чтобы создать поистине небывалый аромат, нужно добавить еще одну ноту. Очень-очень страшный и жуткий фильм «Волчья яма». Вау. Это круто. Безгодила. Я думаю, что после просмотра этого видео вы тоже вспомните про свой любимый ужастик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой ваш любимый фильм ужасов. Может быть, их несколько. Вступающим Хэллоуином, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем пока-пока.